В основном люди разделяются на категории. Одни берут собаку для охраны, в будке сидит на цепи, кормят там со стола что осталось. Как правило, собака такая не заходит в дом никуда. Главное, чтобы лаяла. То есть проходящих, выходящих, на всякие звуки. Для этого считают они, что для этого собака и существует. Фактически полу-наплевательское отношение. Ни во что они не уникают. Их это мало волнует. А есть другая категория людей, которые, наоборот, очеловечивают собаку. Кормят там чуть ли не красной кровью. Чередуют питание у нее. Суют в нее всякие нужные и ненужные витамины. Постоянно с утра до вечера. Потом, значит, по любовью этой самой пустяку несутся к ветеринарам. Выкладывают их там, разводят на деньги. Выкладывают массу бабла. Переживают, спят с этими собаками. Я хотел бы сказать, что любому человеку, который собирается иметь собаку, хорошо понимать функционалы собаки. Что она собой представляет. Для чего она была выведена и существует. Как с ней жить совместно. Потому что это животные. Об этом не забывать никогда. Конечно, собака должна быть здоровой. Не брать генетически нездоровых щенков. Фактически их надо усыплять и не продавать. По сегодняшней жизни в основном продают все, что есть. Все, что родилось. И стараются, конечно, это продать. Нынче покупатель, конечно, очень сырой и неподготовленный. Берет все, что ему понравилось. Потому что маленький щенок, он в два месяца очень смешной, привлекательный. Поэтому и советую вам, кто покупает. Обратите внимание на папу, маму, конечно. Желательно их видеть воочию. И если это собаки, допустим, какие-то выставлялись где-то там с родословной. Почитать их родословную. Посмотреть какие-то оценки, где они выставлялись. Это тоже важно. Потому что если выставлялась собак на выставках каких-то, значит собака была здоровой. Больные собаки на выставках не выставляют. Ну вот. И, конечно, понимать самое главное, что собака это собака. Что собака это не дочь, не внук, не сын, там не знаю. Это животное. Поэтому надо к собаке всегда относиться как к животному. И никак иначе. И будет у вас счастье. Все. Субтитры создавал DimaTorzok